Смотрите, клон Вилькин в голубином обличье. Голубь-долматинец. Он не желает сниматься. Но я в шоке. Смотрите, как такое может быть? Настолько похож. Просто одно лицо. Доброе всем утро. Мы уже едем утром. Как всегда. Как я не люблю, когда мы утром собираемся куда-то. Это кошмар. Потому что все обращаются ко мне. И все вопросы ко мне. Мне нужно все решить, все организовать. И еще и себя собрать. В общем, кошмар. Слава Богу, собрались и едем. Папу я даже показывать не буду. Потому что он опять в этой же самой футболке. И люди подумают уже неладное, мне кажется, у тебя. Ты хоть скажи, я тебе хоть стираю иногда? Я стираю, хоть вы не говорите? Да. Бывает у девочек такое, что она покупает себе какую-то вещь и носит. Потому что она ей супер нравится, да, турение. Вот у нас у папы сегодня, не сегодня, а целый месяц в красной футболке, да? У него на собаке классные. Ну, наверное, ему нравится. Посмотрите на каталог. У него на собаке чудовище. Да, папе нравится просто это чудовище, поэтому он ее надевает. Субер-эффектно выглядит ночью. Ночью? Ты когда-нибудь пытался кого-нибудь напугать? Когда с гаража идешь, например, нет? Так что все, едем мы уже. Сейчас поедем, заедем в магазин просвещения, купим, наверное, Данилу учебники, окружающую среду. Нам только надо купить окружающую среду, окружающий мир, две части. Да? И купим один учебник всего, надо две части купить, остальные школа закупила. И рабочей страде мы скидывались, уже куплены. А потом приедем с отпуска, купим констовары, там чего еще, может быть, штанишки дополнительные, еще одну темную рубашку. Потому что первый класс мы отходили, у нас было три светлые рубашки. Одна белая с коротким, одна белая с длинным, и одна такая светлая голубая в полоску, тоже классная. Но в этот раз, я думаю, надо взять какую-то темную, потому что, ну, первый класс такой, первый, я не знаю, мы решили ходить каждый день нарядные. И во второй класс, наверное, все-таки уже темную купим одну какую-нибудь, может, синюю, или, может быть, темно-голубую. Ну, посмотрим. Фиолетку, например. Фиолетку? Да, как моя водолазка, да? Нет, немножко воскресенье. Да? Что еще, поедем потом? Эрбетка вода есть. Да, фикс прайс, наверное, заедем еще куда, потом опять на рынок, там нам надо кое-что еще купить. Сахар надо купить родителям, потому что в этот раз они закатывают компоты, и я вообще ни одной баночки не закрутила в этом году. В том году закручивала, в этом вообще нет. Потому что... Ты понимаешь, зайчик? Марк крутится возле меня на кухне постоянно, и дети, и дома постоянно, и с этим кипятком опасно. Ну, ничего, в следующем году он уже будет постарше, да? Ладно. Уже будет играть немножко в комнате, а не только за мамой хвостиком бегать. И, в общем, что еще будем делать? Ну, шашлыки мы... Вы взяли шашлыки? Если они были вместе с тортом, то есть... Под тортом? Да, были. А ты их в багажник не положил друг на друга? Друг на друга? Они же... Торт свалится, мне кажется, потому что там неровный тазик такой волной. Мне кажется, торт упадет. Давай остановимся, посмотрим. Давай. Мне кажется, упадет торт. Сидим. Ладно, сейчас остановимся. А, с бензином. В общем, торт мы уже сегодня утром попробовали. Такой нежный, прям как Рафаэлка. Если бы еще, наверное, там кокосовые стружки добавить, да, была бы Рафаэлка. Да, и, например, миндаля чуть-чуть. Да, вообще классно. Правда, коржи не хрустящие, получается, ну, такие вот слоеные. Прям тесто вот такое, суперское тесто, вообще классно. Как-нибудь попробую из него сделать что-нибудь такое. Не торт, а вообще просто, для чего слоеное тесто нужно. И сегодня брат еще приедет на дачу. Сейчас вот мы созванивались с ним. У него тоже радость. Он получил повышение на работе у нас на комбинате металлургическом. Теперь начальник участка. Хотя он ноет, говорит, теперь мне без выходных практически работать. У них там по сменам, получается, разные смены там, как вот часто работают, да, на заводах. Выходной, рабочий день, отцепной выходной. А теперь у него просто будет с утра до 7 и еще дежурство, выходные дни. В общем, ему работать придется больше. Зато, говорю, повышение же здорово. А был он до этого просто мастером. А теперь начальник участка. Вот так вот здорово, прям я рада. Будем его поздравлять. Бабушка Галя рада, и дедушка рада. И мы рады, да? За дядю нашего. Точно торта прокинется. Да, а, мы же сейчас остановиться должны и посмотреть. Уже забыли. Наш город разделяется на левый и правый берег, и это вот церковь левого берега. Город разделяет река Урал. Это наша церковушка. Я, кстати, здесь крестилась. Вот здесь, наверное, в этом здании. Есть у нас большой храм. Я вам его как-то показывала во влоге. Вот у нас начинается город с частного сектора. Только что он для этого портала проехали. Портал там опять. Да. Сейчас покажу больницу нашу. Здесь я тоже лежала когда-то с почками своими еще в студенческие годы. Вот она, старая тоже больница. Ну, ее каждый год чего-то латают, латают. Сейчас будем проезжать еще роддом, в котором родилась Рита и Марк. И я. Да, не ты, Данил, над нашей школой. Четвертый, да, четвертый, сейчас он или филиал первого. А, я на правом берегу, да? Ну. Да. А, потому что мы жили ближе. Вот он, роддом. А, молоденький, молоденький. Это то место, откуда хочется поскорее уехать и куда не хочется возвращаться. Ну, по крайней мере, женщины. Почти не видно, наверное, было. Здесь на левом берегу очень много старых зданий, а на правом уже более-менее новые такие дома. Но все равно, несмотря на то, что Магнитогорск не самый чистый город, но последние лет 10 он намного лучше выглядит, более зеленый. И я его, честно говоря, душой очень люблю. Люблю Магнитогорск, потому что здесь прошли мои студенческие годы. Пять лет жизни самые такие яркие, можно сказать. А твои? Ты любишь Магнитогорск? А, по-моему, Магнитогорский полюбил меня, да? Полюбил ты меня, был Магнитогорский, или нет? А уже Буфет долюбливал, да? До конца уже. Вот таких вот домов большое количество у нас налево и немножко направо есть. А это уже старые тоже. Их реставрируют вроде бы как, подшаманивают и дальше живут. Ну, город грязный, я могу сказать, не потому что там мусора много, а там или что-то. Довольно неплохо сейчас службу смотрят, более-менее. Ну, если сравнить с нашим поселком, здесь каждый день люди работают, что-то стригут, что-то сажают. Потому что комбинат очень сильно оттяжеляет воздух металлами, выбросами всякими. Поэтому вот он грязный. Ну и машин много, там чувствуется большая вот разница. Мы когда жили в городе, как ты выходишь на улицу, дышишь выхлопами, и как ты приезжаешь в поселок, и там как дышится совсем по-другому. И вкус, запах воздуха совсем другой. Какой Магнитогорск красивый весной, когда в каждом дворе цветут яблони. Какой Магнитогорск красивый осень, и когда он весь золотой и ярко-красный. Это просто вообще не передать. Да? Ты помнишь? Осень Магнитогорска. Как мы всем, всей студенческой толпой ходили, гуляли, по листьям шуршали, по этим. Даже у нас в поселке не так красиво весной и осенью, как в Магнитке, мне кажется. Не знаю даже почему. Естественно, есть какие-то места, там памятники, да, площади, парки, куда вот нам больше всего нравилось ходить. И сейчас хочется сходить, вспомнить все. Практически в середине города у нас промзона, комбинат. Ну, город, наверное, и вообще только построен, потому что комбинат. Здесь у нас заканчивается Азия, и через мост начинается Европа. Ну, кто-то приколдал. Значит, с другой стороны моем снимает. Ага. А еще там мосты есть. Не моем. Гречка. Не гречка. Гречка? Европа, Азия. Не яйца. Не правильный. Вот такие у нас здесь после моста еще сохранились. Интересные довольно здания. Так же давай навигируй. А? Так же навигируй, я не знаю где. Где ЗАГС, не знаешь? Не знаю, где ЗАГС, но не знаю, где просвещение. Вот где ЗАГС. Там, где ЗАГС, там просвещение. Понятно? То есть, просвещение через ЗАГС. Движемся. Так, что жена? Женитва. Женитва. Нет, где-то и ЗАГС. Ну, вот где-то здесь. Вон мир знаний какой. Ну, вот, может, туда. Вот это наш ЗАГС. Мы женились в Уфе. Здесь много женились нам мой брат и подружки. А нам, где-то здесь надо найти магазин просвещения. Сюда зайдем, наверное. Учебники написали. У нас велопробег закончился? А, нет, вот и чех. Это тот пробег, на который мы хотели попасть и забыли, папа, это вообще засада. Вам надо было с Даниловичем проехаться там. Там надо было записаться. Здесь все едут, кому не лень. Ну, в смысле, кто записан. Возьмем шоссейный. Да, шоссейный. Классно как. Ну, это же классно. О, а тут? Едут, едут, едут загороженных. Сейчас мы дождемся, пока они проедут, потом поедем туда. Здесь у нас Магнитогорский государственный технический университет. В нем учился папа частично. Да. А я училась в Магу. Магнитогорском государственном университете просто. Ну, он как бы. Бывший пет. Бывший пет, да. Сейчас он вообще, по-моему, и не пет уже, и не могу. Не пойму, что. Часть горного. Часть горного, да. Тут, кстати, у этих домах очень высокие потолки, по-моему. Вот такой он наш город. Он разный. Театр Грамы, ну, драматический театр Ушкина, да. Еще у нас есть театр Упера и балета, и также детский театр кукол, ну, и кукол-бешники всякие, не знаю, молы, все, что хочешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Короче, не можем мы найти учебник, потому что говорят, что сейчас их редко привозят, потому что школы выдают учебники. Ну, наша же школа особенная У нас Для первого класса мы еле отвоевали учебники Теперь вот для второго класса Они почти все закупили Вот окружающий мир в двух частях не закупили И теперь его где искать, заказывать надо Вот так вот Сейчас надо будет поспрашивать, может кто-то продаст Может объявление написать, а? Куплю учебник, окружающий мир за второй класс Как думаешь? Может кто-то продаст? А, Серега, я это узнала Там-то холодно Он женился, что ли? Бабаня Бабаня 101 год Что ты болтаешь? Серега, женился, что ли? Нет У Риты микрофон самодельный, да? Что ты? Элли Спресли? Вот, собери Что построили? Стадион, что ли? Нет Крепость 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 у вас? Ну не вулкан же Ну не знаю, на вулкан так-то похоже Как будто у вас вулкан танк упал Тогда у вас в танке не было дырочек Третий раз А что, всего четыре шампура? Может правда надо? Может или нет? Ну стоит уже пачкать Осталось, что там осталось Может на это? Ну, кашу Ой, мальчик Или влезет что на четыре шампура Пойду цветочки посмотрю А нитины глазки здесь усил Владиолсы к первому сентябрю должны Ой, меня задуло Виноград уже, смотрите, какой Вообще, сколько винограда Даже мы не ожидали Наверное, тоже будет осень Вот, вот Вообще Надеюсь, будет сладкий Короче, на Урале-то, не знаю Виноград не Нальется, нет сладости Тут как бы еще тень Вроде бы до обеда струнется Здесь, смотрите, какая чудесность Петони Вечно цветущие Там георгины Разные С вишней у нас беда в этом году Все вишневые деревья Заражены какой-то фигней В общем, черные пятна появляются На вишенках Сейчас, где-нибудь найду, покажу Найду, покажу Вот она уже Вот, видите, она потом Вот так вот Она потом зажухает Засыхает И такие вот сейчас И такие темные пятна Появляются на ягодке Черные Потом она Зажухает Ну, вся засыхает Портится И много уже таких ягод И все вишневые деревья У нас заражены И дед говорит Можно чем-то опрыскивать Читовым Но ситуация Это все равно не изменит Все равно будет Никуда не денутся Это болезнь Не знаю Если у кого-то так было Скажите Может, кто справился Так что здесь Здесь уже все Растепло Все равно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кабачки... Тыква здесь тоже где-то... Лекла... В общем... Слышите, да? Передаю... Громко говорить... Информация всегда какая-то... Груш много... Там аж ветки нагибаются уже... Очень много... Груш... Может, накроем ее... Это крышкой? Ага... Беситесь, да? Бабушка скажет... Чего вы мою кровать расставили? Ты сам к этим играл... Молодая... Молодая... Не ползи никуда... Ей засыпает? Нет... Ты не спишь? Деда тебя качает... Качает... Ты никак... С кетчупом... Выгни... Сейчас только нарубим... Почти насил... Сейчас сюда картошку... Что масло или сметану... Что там есть? Там постелить надо, да? Там постелить... Как оно называется-то? Переработки почему не оплачиваются? Вот эти... Ты меня спрашиваешь... Я им говорю... Почему меня не оплачиваются... Переработки... Говорят... Если до полу четвертого спрашиваешь... Ты ходишь домой... А я до полу четвертого успеваю... Но мне надо дождаться всех... Пока они домой идут... То есть нельзя... Чтобы вопросы... Может какие-то вопросы появятся... Да... Ну ты может наоборот занесешь... Вот туда за дверь... Ну что попробуем? Да? Ну ладно... Сейчас тогда снесем... Надо чем-то еще поднакрыть... Потому что солнца нет... Мы уже уезжаем... Сейчас время полдевятого... Мы как никогда... В этот раз долго... Прям хорошо так посидели... Так шашлыка наелись... И салата... И картошки... Молодой... Прям так с укропчиком... Опять двойная радуга... Опять мы уезжаем... У нас радугу провожают... Смотрите какая прелесть... Какая красота... В детстве... Вы помните... Как мы выходили на улицу... И радовались этому... Вот сейчас... Вы умеете... Испытывать счастье... Когда видишь радугу... И полетели... Класс... Какой класс... Но все равно... Посмотри... И она вот... Сматриваешься... Сматриваешься... Потом в итоге вот вторую... Видишь... Или видишь... Ее чочек... Может так здорово... Семья... Ты счастлива? Где-то у себя... Она такая... Большая... Семья... Там... Багажник забит... Что-то у меня опять свет смотрится... Что-то... Багажник забит... Там... Тоже овощами... Ягодами... Ягодный торт завтра буду делать... О-о-о-о... Радуная ягода... Здесь вот в начале... Вообще... Прям такая... Четкая... Классная... Большая... Хотя дождя не было... Не было... Вот сейчас вот... Гляди... Начнется какая-нибудь буря... Прям... Такой... Ясный... Воздух... Как четкий... Ничего себе... Какая... Яркая... Как будто она прям... Я бы хотел бы... Поехать... Как будто близко-близко... Совсем она... А я бы хотела поехать туда... Откуда она... Начинается радуга? Да... Я тоже в детстве хотела... Дойти до туда... Где радуга начинается... Туда ходила ты, мам? Ага... Прямо... Близко... Близко... Давайте заедем... Говорят, что радуга... При воде к сокровищам... Да... К сокровищам... Там, где начинается радуга... Там... Этот... Горшочек с золотом... Да... Здорово... Ну а давайте поищем... Может там попадется... Папка поставила машину кругозор... Для удобного... Для удобной езды... Вот в путь... Здесь у нас будет навигатор... Здесь регистратор... Господи... Видеорегистратор... Какие у нас еще приблуды есть... Холодильник установили... Только проводку... Не... Не до конца... Да, сделал? Ну, можно воткнуть в резетку... Защиту тоже... Вот... Он такой классный... Спасибо! Мама... Тебе... Это нужно? Мама... Это нужно... Мама... Днем рождения... Мама... Юль... 27... Вот сегодня... Днем рождения... Мама... Ты красивее всех... И прекрасней всех... Стихотворение... Посвященное маме... Бураны... Это не маме... А маме еще не написали... А... Данил написал стихотворение... Распечатал... Но он еще не дописал... Мы пока... Марк его помял... И порвал... Мы склеили скотчем... И... Вот такое стихотворение... В общем... Надеюсь... Вы зацените... Гиппопотам в море... И кит в океане... И солнце светит ярко... А в буранном... Рыбачат... А... С рекой... А... А в буранном... Рядом с рекой... Рыбачат рыбаки... Данил сказал... Что гиппопотам в море... Потому что это... В рифму... В общем так... Понимаете... Такие дела... Мам... Там... Кай! Субтитры сделал DimaTorzok